Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. Это видео я должна была снять еще очень много месяцев назад. Я неоднократно его обещала. Наконец-то я созрела и готова. Поэтому, если вам интересно услышать про сравнение двух литературных платформ для писателей, Search Book и Lit.net, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Давайте рассматривать. Я имела честь и очень превеликое удовольствие опробовать себя на этих двух замечательных, продуманных, вполне себе комфортных платформах. И у меня сложилось довольно-таки слаженное, окончательное мнение, которым я хочу с вами поделиться. Итак, поехали. Давайте сначала вкратце рассмотрим платформу Search Book. И все, что... Одним словом, каким я могу описать эту платформу, это минимализм, вдохновение и комфорт. Это очень красивая, именно вот с минималистичной точки зрения платформа, которая особенно придется по душе, мне кажется, все-таки молодым авторам. Но не обязательно, совершенно не обязательно. Она очень приятная, в ней совершенно нет такой, знаете, назойливой рекламы, каких-то ярких, несочетаемых, неприятных цветов, очень мелкого шрифта. В общем, именно вот с визуальной точки зрения это очень красивая, это также эргономичная платформа, на ней очень удобно писать. Также там есть возможность ввести свой собственный блог абсолютно бесплатно, то есть любые такие околописательские, окололитературные темы вы можете спокойно затрагивать, делиться своими новостями. Это абсолютно бесплатно, я сейчас это подчеркиваю, потому что мы потом будем рассматривать Литнет. Следующий момент, это платформа молодая, но при этом очень активно, динамично развивающаяся, да, сейчас звучу как-то, как какое-то клише маркетингового агентства. Но действительно платформа молодая и в ее голове, вот ее администрация, ее разработчики, там сидят молодые и очень вдохновенные люди, которые вот действительно регулярно привносят что-то новое. Но в отличие от того же Дзена, у них там ничего не ломается, все замечательно, и они регулярно проводят опросы среди авторов и спрашивают, что, что делать. Так, например, недавно было разработано удобнейшее, просто замечательное приложение для гаджетов, для смартфонов, SearchBook. Прекрасно, вот знаете, просто вот как волна, вот действительно. Люблю, очень люблю эту платформу, она красивая, удобная, вот вы знаете, вы просто заходите туда, и вас тянет реально что-нибудь написать. Поэтому я реально выражаю искреннюю благодарность разработчикам, авторам этой платформы, она замечательная. Но все-таки перейдем к минусам. Из минусов. То, что вот не устраивает лично меня, к сожалению, эта платформа, ну, по крайней мере, на настоящий момент, она недостаточно популярна среди читателей, в отличие от Литнета, к которому мы еще вернемся. В основном там сидят молодые авторы. Есть, конечно, и не очень молодые авторы, более опытного толка. Но все-таки в основном молодежь, это, знаете, больше даже не то, чтобы литературная платформа, это скорее, знаете, социальная сеть для писателей. Молодых писателей, неопытных, которые постоянно общаются, делятся мыслями, там, критикуют друг друга. Ну, все, вы знаете, в рамках притча, в основном, аудитория там более чем адекватная, очень творческая. Что касается вообще книг, жанров, всех произведений, которые люди вкладывают, очень много реально интересных, ребята. Вот это, это очень, так, о, как отлетает. Очень много действительно интересных и разноплановых работ, так, например, большое количество фэнтези. Причем не просто такого фэнтези там, что сейчас популярно вот на том же Литнете, там, не знаю, он дракон, он меня полюбил, а я его не полюбила. В общем, всякая такая, знаете, фантазийная порнография для домохозяек. Нет, на срочбуке сидят действительно люди, которые, ну, может быть, видят себя в будущем реально писателями, авторами с идеей, а не просто удовлетворением своих каких-то недополученных, извращенных сексуальных потребностей. Ну, к Литнету мы все еще вернемся, и вы знаете, на что я все неоднократно намекаю. Вот, люблю срочбук, но, к сожалению, я сейчас там не сижу, там выложены, по-моему, очень многие мои произведения, рассказы, очень много стихотворений, практически вся моя поэзия публикуется там, ну, в отличие от романов. Вот, но мне не хватает вот этого именно взаимодействия с аудиторией читательской, то есть мне приятно, что меня читают писатели, но когда тебе, например, комментарий оставляет автор, соответственно, он так, ну, немножечко намекает, а пройди ко мне, вот почитай. Другое дело, что я, как автор, я хочу работать над своими произведениями и прислушиваться к мнению читателей. Авторы там, ну, как бы они все искренни, они желают процветания тебе и себе, конечно же, но, конечно, они преследуют и свои эгоистичные цели, что понятно, адекватно, и хороший автор должен думать о своих произведениях, а не о том, какое впечатление он производит на других авторов, как бы это понятно. Ну, давайте перейдем к Литнету. И вы, наверное, думаете, ну, раз сурчбук такой классный, почему я с него ушла и куда я ушла? Я решила попробовать свои силы на Литнете. Очень популярная, популярнейшая, есть довольно-таки опытная старая платформа с историей. Что меня привлекло? На самом деле, я сейчас вам скажу так, что меня привлекло в первую очередь то, что там тебя бесплатно продвигают достаточно так активно, как, например, в Дзене. Плюс у авторов есть возможность заключать некий такой договор, типа контракт, да, с этой платформой. И твои книги будут не только продвигаться, но и продаваться. То есть ты будешь зарабатывать на своих произведениях. И это, на самом деле, реально. Я действительно читала многочисленные истории авторов, которые зарабатывали в месяц на своих там любовных романчиках, вот для домохозяек, около 30 тысяч в месяц. Вот. Конечно же, это труд, это не просто так вот ты выложил и все, и сидишь сложа лапки, безусловно, нет, это ежу понятно. Но, тем не менее, срочбук не дает тебе возможности зарабатывать никак. Плюс он тебя особо толком не продвигает. Это вот действительно социальная такая сеть для писателей, для обмена опытом и впечатлениями, там, критикой и так далее. А Литнет, это там уже, конечно, более другая возрастная категория, более взрослая. Да, конечно, в основном там женщины сидят, как я уже сказала. Основная масса произведений — это женские любовные романы, это фэнтези, всякая драма психологии, там, в духе, не знаю, он сделал мне ребенка и пропал. Ну, в общем, такие жизненные перипетии. И писать Литнет может абсолютно любой автор, и тебя будут продвигать, и тебя реально будет читать твоя аудитория. Я не знаю, каким образом Литнет это делает, но сколько я не заходила к другим авторам и не смотрела их произведения, вот абсолютно любое произведение имеет свою аудиторию. Я рискнула попробовать, я выложила свой роман «Ранби и Кингуль», в сотый раз отредактированный. Конечно, может быть, это не очень правильно, но, блин, невозможно вкладывать, когда есть какие-то претензии к собственным главам. Также я опубликовала где-то, ну, практически полный роман «Фанат». Осталось немножко дописать концовку, я решила прощупать почву, как пойдут вот эти два романа. Тематика, да, жанровая принадлежность моих романов, она немножко, как бы, в общем, имеет легкий диссонанс с тем, что котируется на Литнете. Такое легкое чтиво, опять-таки, для домохозяек. Вот. Но я также наталкивалась и на более серьезных авторов, которые писали там что-то в духе про постапокалипсис, такой киберпанк некий современный. Было очень прикольно, очень здорово, у них тоже была своя аудитория. То есть вот это мне нравится. Что мне еще не нравится на Литнете, это то, что там тоже можно вести блог, но только после того, как вы наберете определенное количество там подписчиков. Я не помню, дочитываний, подписок нужно достичь. Я пока этого не достигла, поэтому я не могу вести свой блог, не могу делиться своими мыслями, там, постами про будущие задумки о том, что ждет читатель. Это вот выложила я роман, и каким образом я должна рассказать читателям, что проложение как бы следует, все нормально, чтобы они не отчаивались и не расстраивались. То есть, ну да, это не социальная сеть, и возможности вести блог абсолютно всем авторам, она не дана. Но, к сожалению, у Литнета очень удобное приложение для смартфонов, очень красивое. Я прям реально, ребята, если вы хотите читать, а не писать, скачайте себе это приложение, потому что, ну, оно очень красивое, оно опять-таки лаконичное, оно минималистичное, очень удобное. Читать классно, закладочки, шрифт, красиво еще поставить там ночную темку, вообще шикарно, замечательно. На самом сайте для авторов, ну, такое себе удовольствие, у меня нет такого, знаете, наслаждения творческого, когда я захожу писать, выкладывать свои произведения на Литнет. Мелкий шрифт, вот это вот засечки вот эти, я все это очень не люблю, и цвета какие-то. В общем, такого удовольствия, как на стретчбуке, у меня нет, но все-таки меня привлекает тема, что обо мне может узнать большое количество людей. Также можно оставлять свои там соцсети, как с вами связаться и так далее, комментарии оставлять можно. Комментарии тоже не очень удобно оформлены, то есть вы, ну, как-то, знаете, как раньше была стена ВКонтакте, вот что-то такое. В общем, не хватает какой-то свежей волны, чего-то, не знаю, очень удобного, эргономичного, новых каких-то, чего-то нового в этой платформе. Она какая-то немножко закостенелая. Хотя, может быть, я действительно как-то избалована, потому что я знаю, что Элитнет — это гораздо-гораздо более старая, популярная, зарекомендовавшая себя платформа для авторов любого возраста и жанровой принадлежности. Поэтому, друзья, мой итог. Я люблю и SearchBook, и я люблю Элитнет. Эти две платформы, они действительно мне в настоящий момент нравятся, поэтому советовать что-то конкретное я вам не могу. Но если вы хотите просто завести хобби, если вы хотите общаться с единомышленниками, может быть, завести друзей по переписке и просто вдохновляться писательством в качестве некой такой психотерапии, умственной разгрузки, то SearchBook станет вашим преданным, верным другом, я вам гарантирую. Если же вы хотите, чтобы вас узнало большое количество людей, вы хотите, не знаю, каким-то образом зарабатывать писательством, своими книгами, и вы можете, скрипя сердце, конечно, наплевать на не очень такое местами приятное внешнее визуальное оформление, то Элитнет вас ждет. Ну, также вы можете, как и я, вполне успешно существовать на этих двух площадках, почему бы и нет. Поэтому, друзья, на этом я заканчиваю свой ролик. Надеюсь, что вам было интересно послушать про мой личный субъективный опыт. Также, если вы имели возможность или у вас тоже был опыт написания собственных произведений на каких-либо других или этих же площадках литературных, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Я, кстати, еще когда-то писала на ProZero.ru, это уже оттуда ушла. Об этом тоже надо будет снять отдельное видео. В общем, ребята, если у вас есть какие-то определенные запросы по этой же теме, по околописательской, не забывайте оставлять все также в комментариях. Также напоминаю, что я веду два блога на платформе Дзен о собаках и о литературе. Поэтому не забывайте заходить, если вам это интересно. До встречи в следующих роликах. Пока-пока!